Наша музыка. Наша. Доброе утро. Доброе утро. Сергей, как и мы, пристально следит за чемпионатом мира. Оторваться... Выступаем в нашей сборной. Да. Как выступает наша сборная, Сергей? Ну, тяжело. Тяжело. Почему она проиграла? Вот с вашей точки зрения. Ну, я думаю, в принципе, наверное, исполнителей не хватает сборной. Я имею ввиду таких вот, как Неймар, такого уровня. Ну, не такого уровня, но хотя бы. Или как у бельгийцев. В любой сборной есть один-два человека, который может сам решить исход матча. А у нас, да, у нас есть сборная, у нас есть коллектив. Мы много бегаем, много стараемся. Нельзя претензии к игрокам предъявить, что они не хотели. Но вот именно исполнители, как раньше, там, Черенков, Заваров, наше поколение было тоже, вот, и Добровольский, и другие ребята, которые могли сами решить исход. Вот, а у нас, ну, есть набор футболистов. А зато какой у нас тренер крутой? Ну, у меня многие журналисты в Португалии звонят, в Германию. Мне говорят, жалко, что не прошли. Я говорю, но зато, говорит, вы впереди планеты всей. У вас самый высокооплачиваемый тренер в мире. А что, ну, хоть чем-то можно погордиться. Ребят, у нас самые богатые футболисты и самый высокооплачиваемый тренер. Золотая сборная России. Ну, да, типа такой, потому что они где-то, по-моему, подсчитали все тренеры всех сборных, значит, Пяти Мира, все зарплаты, все вместе. Там чуть больше превышает от нашего тренера. Поэтому, говорит, здорово. В принципе, здорово. Может быть, нам Олега Знарка пригласить? Из хоккея. Из хоккея, да. Не знаю даже. Потому что сейчас 2018 год. Будем принимать, я боюсь, чтобы мы вместе с футболистами не сели и не смотрели у нас чемпионат мира. По телевизору. А где наша сборная в спортбаре? Смотрит чемпионат мира по телевизору. А что, очень даже прикольно получается. Ну, ведь безвыходных ситуаций не бывает. Ведь есть какое-то решение. На самом деле, тяжелое положение у нас в футболе, в юношеском футболе. Потому что я много работал в регионах, непосредственно тренером. И я просто видел школы. Иногда я заезжал, смотрел. Но без слез тяжело было взглянуть. А у вас сразу другая школа? Вы же вообще начинали просто во дворе играть. Я же читала вашу биографию. Мальчика заметили во дворе, как он хорошо гонял мячик и пригласили. Я называю это сейчас поколение Пепси, конечно. У нас не было ни компьютеров, ни чипсов, ни Кока-Колы. У нас были площадки, футбол, зимой хоккей. То есть мы пропадали там. А сейчас вот компьютеры. Да не, но на самом деле регионы, если не будет принята программа на уровне правительства, действительно. Потому что финансы выделяются, но они не все доходят. Не доплывают? Не доплывают, да. У нас это бич такой. А у нас зато компьютеры, Макдональдс, далеко не убежишь с таким набором. Я понимаю. Значит, все дело в том, что нет молодых футболистов, вы считаете? Я считаю, да. И проблема еще большая – это легионеры. Простой пример – вот сейчас сборная Англия на последние чемпионаты Европы, мира. Они не выходят даже из группы. Почему? Если взять ведущие клубы – Челси, Арсенал, Манчестер, Сити, Манчестер, Рюгенда. Там, если попробовать посчитать англичан, сколько играет, ну, я думаю, что рук хватит посчитать. А в сборную сейчас вот вызываются средние и средние клубы англичанин. Поэтому, я думаю, наверное, англичане тоже сейчас задумываются. Ну, и у нас, конечно, это семь легионеров в клубе. Это много? Это очень много. Если мы хотим развивать сборную, чтобы мы радовали за сборную, потому что у нас молодежь, в принципе, да, нам доходит до второго состава, это дублирующие. И потом, естественно, дальше уже некуда идти, и уходит там первую дивизию, он играет, и это, естественно, деградация. А потом, когда у нас чемпионат Европы или мира, начинается, и мы начинаем кричать. Так, а у нас сборная-то соберется хоть. Ну, есть же имена, понимаете, те, тот же самый Аршавин, потому что купались за границу играть, говорили, что вот, пожалуйста, Кокорин, Березутский, господи, Игнашевич, тоже не последние люди. А вместе не собираются никак. Ну, у нас вот последняя, как бы, можно сказать, такая прияда получилась, потому что у нас-то легионеров меньше мало играть в клубах. Вот, когда мы заняли третье место на чемпионате Европы, вот, там, Павлюченко, вот, вся эта, как бы, и Киржаков, все молодые ребята, и, в принципе, как бы, мы успели, то есть. А после этого, в принципе, все у нас, у нас нет именно вот таких вот личностей, вот, то, что я до этого сказал, вот, тот же Аршавин, когда он начинал играть, он мог сам решить то, что он делал с Голландией, когда обэрали. Тот же Павлюченко, когда англичанам забивал по два мяча, а сейчас у нас, то есть, да, это то, что я сказал, есть набор, есть, да. Отдельный исполнитель, а команды нет, получилось? Ну, команда есть, а исполнителей нет, потому что, да, мы выходим 11, да, все хотят, но вот именно такой простой футбол сейчас уже сложный играть, предсказуемый. А вот именно то, что во многих сборных, то, что я уже, да, это сказал, есть игроки, которые нестандартно могут сыграть, и в этом мы, конечно, уступаем компоненте. Ну, и плюс, я считаю, что, конечно, есть и ошибка тренера, непосредственно тактические схемы, потому что Капелла великий тренер, я считаю, мирового значения. Ну, для нашей сборной, я думаю, что на данном этапе, наверное, нужно попроще тренера в плане того, что, ну, мы не Голландии, не немцы, где есть выбор большой. Даже по матушке их не сможет послать всех, потому что по-нашему не говорит, нам нужно прерваться на рекламу буквально на две минуты. Сергей, мы уже так начались говорить о том, что с детским футболом у нас проблема, и брать футболистов молодых неоткуда. А как вырастить своего индивидуального Месси? Ох, это хороший вопрос. На каждой передаче задают его. Но я думаю, что тут и велосипед не нужно придумать. Взять просто советскую школу развития детского футбола, детского и юношеского. Кожаный мяч. Кожаный мяч, да, действительно, школы, тренеры, чтобы были детские. Это очень тяжелая профессия, детский тренер, потому что я вот видел в регионах то, что я уже сказал, но получает мизер. И у него вторая работа там после тренировки детей, он идет еще куда-то работать, потому что семью нужно кормить, а вот именно обучение. Потому что в новосоветские времена были турниров даже, не обязательно сборные, а клубы выезжали постоянно и в кап-страны, как-то называли, и соц-страны. Это все-таки развитие. Потому что немцы взяли просто, по-моему, 14 или 13 лет назад на уровне правительства приняли программу детского футбола. Они не придумали, они просто советскую школу взяли. И аккумулировали просто поля, экипировка, зарплаты тренером. И взяли на контроль. Сейчас в каждой деревне в Германии есть команда, есть турниры. И вот, пожалуйста, каждый год у них появляются футболисты с именем и молодые. И поэтому они безболезненно сейчас постоянно играть получают. А выигрывают? Скажем так, Сергей ставят на Германию. А кто у них занимается отбором молодых ребят, мальчишек? Непосредственно в федерации есть отдел, который вводит программу в компьютере. И каждый турнир отслеживают, даже на любительском уровне. Появляется мальчишка, его сразу переводят, возьмем Вольсбург или Шальке. То есть уже в компьютере на контроле этого мальчишку ведут. В одном регионе, во втором, в третьем, в четвертом, потом в сборной региона, потом в сборной страны. И у них там получается по 100-150 мальчишек, которые они уже ведут в этом плане. Наша школа. А какая мотивация у этих мальчишек? Они тоже получают огромные деньги? Нет. Они в футбол хотят играть, Паш. Ну да, это действительно. И плюс, конечно, большая реклама чемпионата. Это Бавария, это Дортмунд, это кипит все. И много это уделяется и на телевидении, и в газетах. И приезжают футболисты с именем именно немцы. То есть в эти школы. То есть вот эта вот популяризация, которую они делают. Естественно, мальчишка лишний раз уже компьютер не хочет. Ему хочется быть похожим на игрока из Баварии или еще с других клубов. Он в сборную смотрит. Поэтому здесь в этом плане не просто Меркель приезжает в принципе на чемпионат мира, на Европу. То есть она тоже любит футбол. Президент вроде женщины. Нашим президент футбол любил. Ну, это тоже, скажем, неотъемлемая часть для того, чтобы, естественно, чиновник и спонсор. Естественно, у нас же как, когда был там прямой разовор с президентом, что меня очень порадовало. И я порадовался, по-моему, в каком-то регионе не было детской площадки. На следующий день детская площадка, когда президенту дозвонилась женщина, я хотел попросить у нас столько детей, а у нас нет. И вдруг за ночь выросла детская площадка. Чудеса. Чудеса. А наш президент, он как добрый волшебник Мерлин, замотал палочкой и все. Слово, упавшее в хорошо разрыхленную почву сразу дает свои всходы. Слушайте, Сергей, вот вы играли в Динамо, Киев, так? Да. В Бенфике, в Порту, в Спартаке, значит, в Германии играли в Порту, в Милуол в Великобритании. Где? Штурм. Это Австрия. Австрия, да. А где лучше всего? Конечно, Португалия. А что это? Ну, в первую очередь, это народ, конечно, такой доброжелательный. У них вообще, у португальцев на первом месте стоит любимый клуб. На втором плане стоит семья, на третьем стоит работа. То есть, и здесь вся страна живет футболом. И после Портуалии, когда я уехал в Германию, конечно, в плане футбола, может, даже и лучше было в Германии. Вот эти стадионы, все эти моменты, все эти моменты фармакологии, они очень сильно уделяют на ментальность, конечно. Где было такого молодого португальского вина? Океана? Было пиво молодое. Опять же, поклонники. Если они, в первую очередь, у них любимый клуб, то, конечно, в любви, наверное, упали. Ну, поклонники, я даже там, у меня коммунизм был. Это как? Ну, так вот, если ты захочешь в ресторан, и хозяин бенфикист, значит, никаких денег, хоть полстраны привези сюда. Для него самое главное, зашел вот Юран, игрок бенфики, все. Я сколько раз предлагал, говорю, я так не могу, я больше не пройду. А если еще футболку свою подарил, это просто, он повесил в ресторане на видное место, и то есть, так же самое в Порту. Поэтому я называл так мини-коммунизм. То есть, денег не берут бесплатно, все включено. Слушай, а в «Спартаке»? Ну, а что, в «Спартаке»? Что у нас сразу смех? Все включено в «Спартаке». Богатая команда. Потом, когда вернул «Спартак», тяжело было, потому что там с 10 утра и до 10 вечера ты постоянно в Тарасовке, на базе. А в Европе ты полтора часа тренировался, и ты свободен. Ну, там вот я ощутил, что такое профессионализм. То есть, что дальше делать? Многие футболисты там вечером приезжают, занимаются качалкой или по физподготовке. То есть, они сами чувствуют, что им надо. Ну, первый месяц, второй я вообще потерялся, потому что где база, где палка. Никто не заставляет, да? Палкой, чтобы тренер бегал, спать, тихий час, так в баню идти, массироваться. То есть, за тебя все думали. А там вот прошлось перестроиться. Ну, тяжеловато было еще после СССР. Получается, ты сам себе тренер, что ли? Ты сам себе учитель, сам за собой следишь? Да. Да, ты должен это понимать, что тебе нужно. И вот я то, что увидел там около пяти или шести тренеров, когда я приехал в 1991 году в Бенфику, и я думаю, для чего столько тренеров? Ну, там вот по растяжке, по психологии, по физподготовке. То есть, ты понимаешь, тебе надо тренером позаниматься в каком-то направлении. То есть, ты подходишь, он тебе выписывает график, и ты индивидуально приезжаешь, занимаешься. То есть, ты должен сам себе готовить. А где вас прозвали «Русский танк»? Это Германия. Первая игра как раз. И тогда, понятно, еще как бы эхо-то, отголоски-то еще той стороны. И тут сравнили как раз первая игра. И мы обыграли Штударт на выезде, который шел на первом месте, и два мяча я забил. Ну, такие забил именно, толкался, чуть ли не дрался, продирался. Ну, я имею в виду образно. Забил один, второй, и потом все там газеты, даже бил такая популярная, там номер один считается. На первой танк страницы, и рядом я такой, что еще бегущий. И самое главное, с такой звездочкой красной, побольше, чтобы понимали. Конечно, советский. Такой великолепный советский танк. Да. Чтобы боялись, бойцы, у нас теперь есть русский танк. Заговорили про Германию, сегодня все-таки Германия играет с Бразилии. Вообще, хотелось бы услышать ваши какие-то, может быть, прогнозы на финал этого чемпионата мира. На кого ставите? Германия с Бразилии, это серьезный заявок. Представляете, как у Мочилова брали? А даже Лев сказал, что фавориты Бразилии сегодня. Или Германии. Ну, лукавит, конечно. Ну, потому что всегда тренер ищет отходные пути. Ну, я же говорил, что если Бразилия выиграет, я же говорил, что они... Да, это Бразилия. На самом деле, конечно, я считаю, что фаворитом будет Германия в этой игре, так как Бразилия потеряла двух ведущих футболистов. Один из-за карточки и непосредственно Неймар, который лидер команды, то, что Скалари перед чемпионатом мира говорил, что будем выстраивать через него. Это ощутимая потеря. И, конечно, ключевые футболисты. И вообще Бразилия вот на этом чемпионате индивидуально, каждый очень силен футболист, вопросов нет, но вот и нестабильные игры, потому что нет командной такой игры непосредственно. Есть и лидеры, а вот именно футбол это коллективный. А вот и немцы, конечно, на протяжении группового этапа и дальнейших матчев, ну, конечно, они здорово выглядят, ну и плюс дисциплина немецкая. Все-таки дает себя знать, дает себя знать, что дочь машина, да. Поэтому я думаю, все-таки немцев фаворит. Но почему-то им всегда чего-то не хватает, вот они никак не могут до финала дойти. Они скромные. А что вперед-то лезть? То есть Данки еще он, пожалуйста. Да, 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 да. Вот это вот, да, думаешь? Ну, я думаю, что в этом матче, я думаю, что немцы все-таки дойдут до финала. А вы по немецке говорите, кстати? Ну, не так свободно, как по-португальски, но, в принципе, могу поддержать разговор. Ага, хорошо. Ну, то есть кого мы ждем все-таки в финале? Аргентина, Германия? Да, я думаю, да. То есть Нидерланды нет? Нет. Ну, аргентинцы, они вязкая команда, они не показывают такой яркий футбол, но они прагматы такие, они знают, как добиваться результата, даже Лобановский всегда повторял. Игра забывается, а счет остается. Вот они идут по этому плану, так как у них есть. Вот и Месси, наверное, Демария, к сожалению, не будет играть. Есть там еще два футболиста, которые могут решить исход матча. Самое главное не пропустить. Поэтому, я думаю, они вот этим практитизмом все-таки голландцев додавят. А голландцы же они романтики, что они сыграли, побегали, и хорошо, ребята. Вот наши пишут нам смски, пишут, Сергей, спасибо вам за любимый Спартак Дефиносток. А скажите, все-таки ромбик внутри, в сердце есть? Остался, потому что, могу сказать честно и откровенно, я еще начинал как Динамо Киеве играть. Я хотел поиграть в спартаковский футбол. Он мне очень нравился, потому что школы разные были с киевским Динамо, и отличались. Один раз даже я заявление написал в Спартак, переходить. В 90-м, по-моему, до 90-м году. Ну, тогда компартия мне в Киеве вызвали. Это интересная история была. Начальник команды с утра сказал, Сергей, на тренировку не идешь, поедем, говорит, в ЦК туда. Ну, да, в ЦК. Говорит, там хотят с тобой пообщаться. Я зашел в такой кабинет большой, сидеть такой серьезный. И спросил всего два вопроса, где живут родители. Я говорю, в Луганске, конечно. А где брат живет? Я говорю, тоже в Луганске, старший брат. Ты хочешь проблемы, чтобы у них были? Я говорю, да нет. Ну, иди думай. Я вышел, молодой парень, думает, еще какой-то разовор странный, там, пару минут. Он начальник команды спрашивает, ну что там? Я говорю, ну, спросил, где там родители, где брат, спросил, какие-то проблемы. Говорит, ты не понял? Нет. Я говорю, ну, если перейдешь в Спартак, у них, значит, начнутся проблемы на работе. И еще где-то. Ой-ой-ой, это серьезный заявка. И я отказался. Я позвонил, сказал, вы извините, пожалуйста. А когда, подождите, а когда уезжали уже в Португалию работать в Бенфику, ничего им не сказали? Потому что, наверное, в другие времена уже государства не было. Нет, это 91-й год, но мне не спросили даже. Мне сказали, что завтра я лечу, поставили визу, я лечу на подписание контракта. То есть у них, видно, там устроили все финансовые моменты, которые там. Мне отвезли, я подписал контракт. И я благодарен, что они мне продали без моего ведома. Хорошо, в Бенфику, а не в Когалым футбол какой-нибудь. Ну да, Бенфика, то есть знаменитый клуб. И, в принципе, я сначала побавился, но потом был рад. Совсем чуть-чуть у нас времени остается. Можно я спрошу? А вот сильно отличается футбол, в который вы играли там в Германии, от футбол, в который вы играли в Португалии, от футбол, в который вы играли в России? Вот так вот, если вспомнить. Ну, отличается, конечно. Отличается, если брать в Советском Союзе, там, в России, это, конечно, это больше физики, и не было импровизации. То есть там четко нужно было, еще тренер сказал, даже импровизировать нельзя. А вот когда в Португалию приехал, конечно, там совсем другой футбол. Там, как они говорили, нужно поймать кураж в игре, то есть импровизируя, то есть тебе давали... Головой думать все время. Да, от тебя исходило. В Германии более дисциплинированной, то есть там более такой, то есть вот сказал тренер, где-то похож на российский в плане того, что это все нужно выполнить. А так у меня больше в Португалии, конечно. Потому что там и бразильцы, и аргентинцы в команде были, то есть и вообще приходишь с утра такой полусонный, а они песни поют, тренировки готовятся. То есть ломбада, я их называл. У вас, я говорю, постоянно фиеста, ломбада. А что? Может, поэтому и выигрывают все время, ребят? Ну да. Потому что еще и фиеста, и ломбада. Нет, сейчас правильно были слова сказать, потому что они раскованные были. Но они, когда на поле выходили, они расконцентрировались, и дальше ломбада. А у нас же за два, за три дня уже ты ходил, уже тебе как молотком по голове, все, только выиграть, только выиграть, только выиграть. И ты уже выходил, тебе уже не хотелось ничего. А, кстати, может быть, поэтому наша сборная? Может, она просто испугалась? Может, ты застращали на иностранном языке? Ну, сейчас вот многие говорят, что чересчур были гайки закручены у капеллы. Понятно, нужна дисциплина. Ну, я думаю, что на таких форумах нужно... Игроки так понимают, что ответственность. Страна смотрит и представляет страну. Здесь, я думаю, что может быть и в этом есть момент, когда перекручивают гайки, ты перегораешь. Понятно, спасибо большое. Хотим всем напомнить, что у нас в гостях был Сергей Юран, знаменитый футболист и тренер. Спасибо вам большое, что пришли к нам. Помните, Германия может поменеть. Вы не взначайно, михнули мы. Спасибо большое, Сергей. Спасибо. Наша.